Здравствуйте, Андрей. Давно вас не видели на татами, на соревнованиях. В 2000 году вы в последний раз боролись на высоком международном уровне, пытались отобраться на Олимпийские игры. Скажите, за 10 лет что прошло с того времени, чем сейчас занимается Андрей Годовников? Я попробовал себя во многих, даже далеких от спорта, вещах, как работа в милиции в уголовном роде. Но все-таки спорт взял свое. И в данный момент я являюсь тренером готовых футаистов и самбистов города Москвы. Я являюсь главным тренером по юношам сборной команды юношей Восточного административного округа. И, конечно, ностальгия по борьбе, по ковру все-таки иногда посещает меня. И вот я решил, сначала в этом году выиграл чемпионат мира среди ветеранов по самбо. И сейчас планирую поехать на чемпионат мира под Зуду, где более серьезный уровень, проверить себя. Не упускать, как бы возвратиться на ковер, впускай в чине ветерана. Но, тем не менее, показывать еще какие-то броски. Кто-то еще меня помнит. Вы боролись все время в весовой категории 60 кг. Сейчас у вас возросла весовая категория? Или вы будете опять пытаться бороться в той же весовой категории? Да, возросла. Но дело в том, что мой величный вес еще полтора года назад достигал 74 кг. Сейчас я вешу 65 кг. Ну, вот у меня такая есть задумка возвратиться в 60 кг. Может быть, даже через месяц на чемпионате мира есть задумка побороться в 60 кг. Как проходят тренировки у Андрея Годовникова? Ну, тренировки, так скажем, у меня проходят в основном, я тренирую детей, показываю приемы. Ну, иногда с ребятами, которые постарше, я борюсь в партере, борюсь в стоечке, показываю, передаю им опыт и сам немножечко прихожу в норму, прихожу в какую-то форму уже на правду. Ну, хотелось бы еще более лучше. Ну, вот вы сегодня боролись на открытом чемпионате Московской области по джидо. Это у вас первый старт по джидо, да? В ранге уже мастера джидо? Нет, второй старт по джидо. Первый я поборолся на командной борьбе в Санкт-Петербурге. Единственное, наша команда как бы не завоевала там никакого места, но я все свои сватки, ну, скажем так, не проиграл. Две сватки я в ничью свел, одну выиграл. То есть это второй мой старт. Ну, вот как вы ощущаете свои силы по питерскому турниру, сегодняшнему вообще? Вы чувствуете себя в форме? Ну, в общем, осознание, что я еще как бы не в форме у меня есть, но где-то вот я думаю, что может быть такую форму, как 10 лет назад, мне тяжело будет набрать. Но что-то вот показывать хорошую, красивую борьбу я, надеюсь, смогу. Смогу и достойно представить Россию на мире смогу. Никакие травмы не мучают. Вот у вас, помню, была проблема с плечом. Нет, с плечом это у меня вот такая хроническая травма, я с ней сроднился, сгулся. Я о ней даже не думаю. Ну, какие-то вот у меня еще вот позабедренный сустав болеть стало лет 5 назад. И достаточно есть какие-то проблемы с позабедренным суставом. Но это все, как мы борцы, мы это все можем пережить, перетерпеть. И если нет драйва в жизни, то это, конечно, будет. Еще вот такой вопрос. Отличается ли ваш подход, выходя на татами, как это было, когда вы боролись в составе сборной России и когда вы сейчас выходите? Тот же настроение, тот же подход или какое-то другое ощущение выхода на татами? Конечно, может быть, такого вот ощущения я еще пока не чувствую. Не чувствую такого ощущения. Может быть, может быть, какое-то вот осознание, что все-таки это ветераны. С одной стороны, это вроде как ребята, которые, ну, закончили свою спортивную карьеру. Пытается, в честь и мы хвала, продолжать ее в каком-то там своем ключе. Какое-то есть спокойствие. Нет такого, конечно, мандража, как был. Но я надеюсь все-таки, что на чемпионате мира у меня все-таки будет это состояние, этого мандража, этого, я не знаю, накала, кровь, когда бурлит, когда идет волнение предстартовое такое. Здесь, конечно, еще вот до этого состояния у меня не доходит. Ну, вы, независимо от того, будет положительный результат участия в чемпионате мира или не очень, вы все равно планируете продолжать выступать в соревнованиях категории мастер? Я думаю, что если даже будет отрицательный результат, то это, скорее всего, меня только подстегнет каким-то действием более активным, более... Потому что, ну, я верю, что я еще смогу, как бы, показать и передать свой опыт. Ну, мы можем надеяться, что Андрей Готовников и в 70 лет выйдет на татами покорять вершины мастерства? До 70 лет, я не знаю, доживу ли, но если... Не, но у вас внутреннее желание. Если здоровье позволит, я выйду. Здоровье... Выходить я буду уже до конца, поскольку смогу выходить, смогу бороться. И напоследок, что вы можете пожелать тем дзюдоистам, которые когда-то выступали, и вот сейчас думают, выступать или нет, и тем мастерам дзюдо, которые вот продолжают выступление? Ну, тем, кто продолжает выступление, это, как я сказал, это честь и хвала, это действительно люди с большой буквы, которые находят себе силы выйти, несмотря на какие-то болячки, несмотря на какие-то проблемы в семье, может быть, там, на работе. Эти люди не идут где-то там, я не знаю, отдыхать там, а тратят свои силы, может быть, там, какое-то здоровье, деньги на то, чтобы поучаствовать в таких вот турнирах. Потом это общение этих людей между собой, это много, это много значит, вот и честь и хвала этим людям. И, конечно, спортсменам, может, даже более великим, скажем, чем я. И я бы советовал, конечно, и выйти, и показывать, и представлять нашу страну на каких-то уровнях. Конечно, это многого стоит, борьба здесь, конечно, тут людей слабых нет. То есть есть люди, которые уже себя победили, это люди уже сильные, которые выходят после 30-35 лет на татане, это люди, у которых есть те же. Спасибо, Андрей. Спасибо, Ромыч.